привет вас меня просто поражает насколько действительно люди не хотят думать своей головой а при этом причине повторяют глупости отдельных политиков у нас такие глупостей вот сейчас в украине будет развиваться гарантный сектор люди не будет работать рассказываю про рассказывал раз много вот родик мне даст он ведь лежит думает он думает думает насколько смешные эти взрослые кошки и коты не понимает элементарных вещей да 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 его мировоззрение вы просто большие коты и кошки еще раз всем напоминаю 60-е года до 60-х годов большая часть населения ссср взяла все начал раздавать паспорта на послабление пошли и люди масса начались уезжать и если посмотреть сколько было в 60-х годах и сколько ну соответственно 90 разы уезжал на сегодняшний момент я несколько раз говорил еще раз вам напоминать классно официальным данным у нас сельской местности проживает по-моему 20 процентов и смотреть статистику ну там понятное дело не 100 но если посмотреть количество официальной работы вообще работающих сельском хозяйстве вы увидите что таких 10 раз точнее там в 6,4 раза меньше тем проживает селье почему потому что большая часть большая часть жителей села давно работает в городе классика жанра да по документам он в селе он уже в селе давно не был много раз много раз не был давно работает или в украине или за границей мало того я много раз вам объясню новой технологии да действительно я знаю что вы ужасно любите бабку и сапки на грудь это все прошлое новые технологии это действительно действительно то что я много раз искал точечные земляния когда комбайнер с помощью смартфона управляет комбайнер а пока еще нету этих технологий рассказывать бля опять же я много раз рассказывал родик мне и даст соврать на сегодняшний момент если действительно житель села не пьет то он может крупный аграрного холдинга зарабатывать сумасшедшие деньги серьезно на сегодняшний момент механизаторы которые работают на крупных украинских агробаронов получают бешеные деньги ну с точки зрения сельской жизни конечно бешен но те кто пьянствует бездельничает они все ноют рассказывают как было хорошо пытается что-то украсть на бутылку водки и пьянствует тимошка исходим с точки зрения что на сегодняшний я так понимаю даже какая-то часть жителей города действительно может переквалифицироваться механизатора потому что там хорошо но только крупно фермеры не платят не норовят всех обмануть это классический вариант у бросить всех и разбежаться по этой причине даже если в украине дай боже допустят рынок земли даже если действительно запустят точность даже если обратно будете ныть что нету работ все неправда работа всегда есть не развивается сверху и у нас тоже будет развиваться сверху давно уже не существует проблемы про вырасти произвести из проблем продать то же самое здесь для того чтобы удачно продавать нужны маркетологи нужны технологии нужны эти вот это вот это вот это это сверху слух будет развиваться и сфера развлечения поймите что наконец как только у людей становится больше денег а их больше становится люди хотят просто так что работы хватит для всех но можно еще вспомнить маленькие нюансы зеленый туризм это может развиваться там может развиваться фермерство в виде садоводства не использую фермерство в виде выращивания лекарственных растений не использую в виде производства ну вот пример улиток да осетрины потом различных таких вещей которые до крупный агрохолдинг этим заниматься опять же нам нужно не так много людей там больше нужно автоматизации так что вот родине знает что вы не знаете бывает бывает